У меня кот упал с четвёртого этажа. Переломы, операция, что мне нужно осознать? Ну, во-первых, представьте себя котом. Так, если я кот, я животное, да? Мои какие-то животные инстинкты. Упал это, где-то я падаю, да? Переломы. Переломы. Переломы — это когда вы в жизни ломаете всё. И рубите с плеча какими-то своими резкими действиями, резкими движениями, психанули. Ну, типа чашку разбили, да? То же самое и тело. Где-то вы очень резко действуете, психуете, падаете. Либо когда вы упали, как ребёнок, представьте, да, маленький, он учится ходить. Он встал, упал, встал, упал, ходит каждый день, падает, опять встаёт, опять ходит немножко, опять падает, учится. Вот. А вы, когда падаете, получается, что вы делаете? Вы начинаете обдумывать. Вот, да блин, может не вставать. Вот бы кто бы пришёл, решил мои проблемы. Блин, как это решить? Додуматься просто, встать и пойти дальше, отряхнуться, у вас как бы не хватает мыслей, да? И поэтому вы начинаете рубить с плеча, психуете, всё, не буду этим заниматься. Блин, у меня не получается, да пошло оно всё в жопу. Рисунок не получается, выкину его, бумажки порвал. Всё, больше рисовать не буду. То есть делать какие-то резкие действия. Вот. Когда ребёнок учится ходить, это же его инстинкты научиться ходить. Естественные, да? То есть тот ход естественный в жизни, который должен быть, вы рубите с плеча и говорите, нет, я это не буду делать. То есть то, что предназначено вам, да, вы готовы бросить, поломать, выкинуть из своей жизни. То, что вам предназначено, да. Нам предназначено чего делать? Двигаться, ходить там, ложку держать, писать, читать. То, что... Я не говорю это про инстинкты. Вообще просто предназначено человеку, да, он живёт, растёт. И какие-то базовые вещи он делает. Вы отказываетесь от каких-то базовых вещах. Вещей. От базовых вещей. Например, суть нашего предназначения какая? Да, делать то, что мы можем делать. То есть мочь, мужская энергия, мочь делать, мужская сила, которая делает, потому что не может не делать. Если мы что-то можем, да, и у нас есть на это желание, если мы не делаем, то мы наше предназначение ломаем, получается. Наша функция как человека в организме этого всего мира. Мы клеточка, да, или какой-то орган вот этого целого мира. То есть каждый человек – это клетка. Либо какой-то орган. Орган одного организма. То есть весь мир – это один единый организм. И вот мы отказываемся от своего предназначения. Рука такая говорит, я не буду двигаться. Ну, потому что я не знаю как. А вдруг осудят, что я не так подвигался. Вдруг я не то сделаю, не то возьму. А вдруг я чашку возьму, она упадёт. А вдруг я начну рисовать и плохо нарисую. То есть мозг сигналы посылает, типа, давай, короче, рука, нарисуй мне что-нибудь там, напиши, возьми, напои меня, накорми меня, подержи ложку. Давай там, короче, положи мне в рот еды. А рука такая, блин, я ещё это плохо умею, недостаточно хороша в этом. То есть её предназначение – работать. То, что она может делать, оно не выполняется, не делается. То есть всё, что вы можете – это ваше предназначение. И она такая говорит, не буду. И повисла. Весь организм между, ну, как бы сказать, нет, чтобы отдыхать в лесу на солнышке или на морюшке, пойти там погулять. Организм лежит в больнице, потому что у него отказала рука. Страдают ноги, страдают глаза. Ноги хотят ходить. Их предназначение – ходить, идти. Но они не могут из-за руки, потому что, блин, человека с парализованной рукой положили, блин, в больницу на кроватке под капельницу, и он там лежит, переживает. Глаза переживают, потому что они хотели посмотреть этот классный мир, но они не могут смотреть, потому что они видят только белый потолок в палате. То есть из-за какой-то руки, которая отказалась делать свою работу, страдает весь организм. То есть наш мир вот с этими кошмарами, с этими проблемами, с этим правительством, да, с пандемией, там всегда дело рук вас всех, а не откуда-то там вовне это всё взялось. Потому что вы отказываетесь каждый делать свою работу. Наша работа, наше предназначение – желать, это наш индикатор, что делать, да, и делать. А мы всё время тормозим и отказываем себе в нашей работе. А, блин, у меня не получится, ой, я не могу. А это же надо тысячу раз попробовать, чтобы научиться ходить. Ну его нафиг, я десять раз пробовала, у меня не получилось, меня осудили, сказали, фу, ты плохо ходишь, какого хрена буду в коляске инвалидной сидеть. Нафига ходить, блин, потому что мне не получается. Н попыток не совершили, руки опустили. Мост такой, ну ладно, будем сидеть, короче, с вами в коляске инвалидной. Вот, поэтому, ребята, выполняйте своё предназначение. То есть делайте, исполняйте свой долг, можно так сказать, этому миру, проявляя себя. Мы себя проявляем делами. Как нам ещё себя проявлять? Никак. То есть наше проявление только делами. А как эти дела понять, что делать, а что не делать? Желание. То есть наша женская энергия, это желание, наше мужское дело. Делайте то, что желаете. И не делайте то, что не желаете. То, что вам пытаются навязать глаза. Нога пытается руку научить ходить, рука пытается ногу научить брать, глаза пытаются научить уши смотреть, уши пытаются научить глаза слушать. Короче, весь мир советчиков пытается кто-то кому-то чего-то там дать научить, но при этом своё не делает вообще. Поэтому перестаньте смотреть с оглядкой на этот мир. И после всего вот этого сказано. Как только вы начнёте смотреть на весь мир таким образом, что я часть этого мира, и я должен выполнять свою работу, свою функцию, делать, что я хочу. Делать, что я желаю, и просто делать, не останавливать себя, не тормозить какими-то токсичными мыслями, вы перестанете болеть. Потому что телу не нужно будет вам говорить, что вы не делаете. Потому что любая болезнь, любой сигнал тела, это то, что вы не делаете. Рука в костре нам говорит о том, что уберите, а вы её не убираете. То есть вы не делаете, вы не делаете шаг от костра, чтобы убрать руку. Не делайте. Вы застряли и сидите в этом костре и ждёте. Доктор, помоги, дай мне лекарства, чтобы я не чувствовала этой боли в костре. Пока рука моя догорит, а там уже видно будет. А потом всю жизнь с поломанной рукой, не с поломанной, а с какой-то обожжённой, пытаетесь избавиться от огня и не использовать его. Ой, сколько присоединений, пропустили половину это. Последний бред в 10 минутах, будет непонятно, если сначала эфира не посмотрите. Всё в кучу, а как иначе, по-другому даже не знаю, как это всё объяснять. Потому что всё накладывается друг на дружку, и нет начала, конца, последовательности какой-то структуры. Я вообще не умею структурно говорить. Как использовать себе на пользу, если муж сильно стал пить после рождения сына? Вот у нас здесь вопрос такой, который вот уже в эфирах у меня есть. Посмотрите на YouTube-канале, либо в этом, в IGTV есть все сохранённые эфиры. Какая польза от алкоголя? Вот, есть пост, по-моему, на тему алкоголя. Забыться. Уйти от этого мира, стать более раскрепощённым, расслабиться. Для чего люди пьют? Выписывай списки и попробуй это всё использовать для себя. То есть научись расслабляться, научись быть более пробивной. Когда человек выпил, ему море по колено. Он идёт и говорит, что хочет. Идёт куда хочет, танцует где хочет, поёт где хочет. Я не знаю, весёлый, не парится ни о чём. Он на своей волне. Вам не хватает вот этой волны, которая даёт алкоголь. То есть выброса вот этого энергии, радости, кайфа. Про маму прямо обо мне. Раньше вообще утрировано сильно было. Сейчас всё лучше и лучше. Потому что я начала говорить правду и не быть хорошей дочкой. Говорю с любовью. Но если ещё её послушать о том, о чём она говорит, и попытаться найти в этом пользу, то вы всю свою тёмную сторону, которую не принимали, отрицали, превращаете в любовь, в свет. То есть всё неопознанное, негативное становится хорошим, потому что мы просто не знали, что оно хорошее. Поэтому оно для нас плохое. Но в жизни нет ничего плохого, ничего хорошего. Всё нейтрально. Но мы привыкли окрашивать в различные краски, крайности, вешаемся на хорошее, отрицая всё вокруг. Но если вы начнёте видеть в том, что вам не нравится, в том, что вы отрицаете, в том, что тёмное и непонятно, как это использовать, вы поймёте, блин, какое же это крутое дело, какой же это крутой ресурс. А почему я раньше этим не пользовался? Молоток. Он же не становится плохим от того, что им разбили голову кому-то или разбили полки. И он не становится... Ну, то есть он плохим не становится. И не становится хорошим от того, что он забил гвозди. Молоток – просто молоток, усилитель силы, его суть – усилить силу. Пальцем мы не можем гвозди там забить. И, может быть, такой силы удара другими способами не получить. Если его правильно использовать, то всё будет круто. Если его использовать неправильно, мы не будем избавляться от молотка и говорить, фу, блин, ужас какой. Мы просто попробуем его использовать по-новому. И будем его пробовать использовать столько раз, пока не получится по-новому использовать. Не опускать руки, не рубить себе с плеча всё это, фу, надоело. Вот, а продолжать пробовать, тогда мы поймём, что дело-то не в самом слове, чувстве, да, не в ситуации, а дело в том, кто держит это в руках, то есть в вас, да. Как вы это используете? Атомная энергия, да, вот сколько про неё тоже говорили. Ещё с университета помню. Если её использовать как бомбу, да, ну не очень хорошо, если люди погибнут, ну тоже хорошо почему-то. Вот. Но мы не будем о плохом. А если мы сможем электричество добывать, да, с помощью атомной энергии, и города наши будут в тепле, со светом, и с музыкой, и с песнями, и с танцами, да, то атомная энергия, она не хорошая, не плохая. В чиха на руках, вот такой она и будет. Поэтому всё, что вы отрицаете, это вы все инструменты и ресурсы, которые вам, блин, так необходимы, ваши таланты, просто выкидываете на помойку. Вот. Так что заведите себе привычку всё время говорить. Интересно. А что это такое? Как это использовать? Как эту ситуацию обернуть в свою пользу? Как использовать это слово? Как использовать это чувство? Как использовать критику для себя, да? Как использовать жадность для себя? Как использовать для себя щедрость? А противоположное, что у нас? Скудность. Блин, забыла, блин, эти антонимы, амонимы, блин. Противоположное, что у нас там жадности? Щедрость, жадность, вот. То есть как можно использовать? Ну, часто мы практически всё используем в себе в восстановку. Мы и жадность используем в себе во вред, и щедрость во вред часто используем. Но если научиться это использовать, когда надо, блин, всё будет классно. Младшая дочка навязывается к старшей погулять, а она в отказ ругается. Ну, это вы в отказ, не хотите радоваться, идти гулять, отдыхать. Это вам сигналит. Муж 10 раз переспрашивает, тупит и бесит. А возможно, то, что он переспрашивает, что именно он переспрашивает. Вы никак не научились это для себя пока использовать. Ну, вот, например, он переспрашивает какое-то действие. Там, что ты сказала, что ты сказала. То, что ты сама сказала, ты не понимаешь. Может быть, тебе нужно задуматься и себя переспросить. А вот то, что я говорю и делаю, я сама понимаю. Вот. Плюс он, сам инструмент, вот этот недостаток переспрашивать, показывает тебе, что ты можешь на пользу себе обернуть. Начать себя переспрашивать. А действительно я нашла тот способ какого-то там использования ресурса, который приносит мне максимальное благо и максимальную пользу. Может быть, есть ещё способы использования того же молотка. Можно же, можно, блин, не только гвозди забивать им. Можно подложить под ватман, когда мы рисуем этот молоток, чтобы он был как пресс, к примеру. То есть мы вообще любую вещь, слово, чувство, неважно что, можем использовать многими способами. И переспрашивайте себя, возьмите себе это как талантсовую, развивайте, переспрашивайте себя. А действительно я поняла это? А действительно я поняла, как это использовать? А действительно ли то, что я использую, настолько круто? А как можно ещё попробовать это использовать? Как можно это развить? С какой стороны мне ещё посмотреть? То есть вам не хватает себя спрашивать? Муж молодец. Вот просто сигналит, сигналит. Все наши персонажи вокруг нас, Микки Маусы, муж, папа, дети, мамы, друзья, люди. Это просто персонажи кино, которые нам подыгрывают и резонируют с нами. Только нам показать себя. То есть всё, что мы видим, мы видим себя. И всё, что мы не хотим видеть, мы подходим к зеркалу и смотрим. Я, например, нос не могу свой видеть, пойду к зеркалу и увижу. Цвет глаз не могу видеть, подошла, увидела. Люди нам зеркалят только то, что мы не хотим видеть. Либо хотим, у нас был такой запрос, но не понимаем, что. Пришли и сразу показали. «Никак не могу отпустить прошлое. Было много хорошего. Сейчас вроде бы достигло цели, а радости от жизни нету». Ну, радости от жизни нету, потому что вы зациклились на прошлом. Переключайтесь на сейчас. Как это «не могу»? Поменяйте привычку «могу». Говорите себе «могу». Каждый день учите слово «могу». Просто заучивайте, зубрите и всё время говорите «я могу». Я не знаю как, но я могу. У меня не получается. У меня получается. Просто я ещё недостаточно сделала попыток. И у меня рано или поздно получится так, как я хочу. А плюс ещё может получиться так, как я не хочу. Но, возможно, это будет лучше, чем я хочу. Я просто ещё не знаю. Мой мозг опирается на прошлый опыт, и он ни хрена не знает ничего нового. То есть он знает то, что он знает, то, что уже было. А зачем мне то, что уже было? Я хочу чего-то нового, хочу того, чего я не знаю. Поэтому судить, получится у меня или нет, или получилось или нет, вообще даже не стоит. Выработайте себе привычку. Я не знаю, что получится, но мне интересно. Я могу, и мне интересно, как это получится. Мне интересно, сколько я сделаю попыток для этого. когда вы переключаете своё внимание сейчас на вопросы вот эти вот, тогда вам некогда, блин, времени не будет просто сидеть и думать, обмусоливать прошлое. Когда вы заняты настоящим, задаёте себе вопрос, рассматриваете, что вокруг вас творится, и спрашиваете себе, как маленький ребёнок. Блин, интересно, а что это? А как вот это можно использовать? А как это использовать по-другому? То ваши мозги заняты в настоящем моменте, и у них просто нет места на прошлое. Замените привычку думать о прошлом на думать о настоящем. Причём то, что уже было, вы всё равно не вернёте. То, что уже было, если вы можете вернуть, к примеру, у вас есть машина времени, вы туда вернётесь и проживёте то же самое, потому что вы не сможете поменять события, так как все события в каждый момент времени это самый наилучший вариант, который может быть. Если вы хотите чего-то изменить, то там все тупаки эволюции, менять нечего. Замените на привычку, сейчас самый лучший момент, и я по-другому поступить не могу, и не могла, и не получится у меня по-другому поступить. В этой реальности это нереально. примите это и применяйте. Так, что там ещё? Так, что говорят пожары? У нас в Марийской горят леса. Ну, представьте себя огнём, что чувствуете? представьте себя огнём, что вы чувствуете? Я чувствую огонь в себе, который я не так использую. То есть я внутренним огнём, своим вниманием, своей энергией, своей какой-то движухой иду и не туда направляю. то есть огонь не по предназначению используется, а выжигает там лес. Или что там у нас? Леса, да? То есть мой внутренний огонь убивает, а мог бы меня двигать вперёд. Мой внутренний огонь пожирает меня внутри. То есть у меня куча энергии, а я ничего не делаю. Поэтому я горю. Температура — это обычно тот же сигнал, когда я горю, но никуда не выплёскиваю эту энергию, никуда её не деваю. То есть у меня есть внутренний огонь чего-то делать, ну, по моему предназначению делать, то, что я пожелала. А я не делаю. Я не хочу это делать. Когда у нас вот эти масштабные вещи случаются вокруг нас, это значит то, что добрая половина человечества думает точно так же. И пора менять уже сознание, блин, не только в своей голове, но и в людях вокруг. Помогаем тоже догнать эту хрень в пашке. Так. Почему мы себя ограничиваем? Потому что ограничение — это очень классный ресурс. Вы просто не умеете его использовать. Давайте ещё раз говорю, как это правильно использовать. Если я ограничиваю себя в действиях, значит… У меня садится зарядка. Если я ограничиваю себя в действиях, значит, я просто учусь использовать этот ресурс. Я ещё не научилась его использовать. Надо подумать. Наверное, пришло время подумать, а как использовать ограничения. Мы во всём ограничены. Кружка ограничена в своей форме. Если бы она захотела бы разлететься, нам не с чего было бы пить чай. Тело ограничено нашими формами, да, иначе бы оно разлетелось бы, и мы не смогли бы познавать этот прекрасный мир. Мы ограничиваем какую-то игру, делаем правила и играем, например, в дурака, чтобы создалась игра, чтобы мы её познали, получили опыт, провели классное время, кайфанули от этой игры, насладились этим процессом. Нам нужно ограничить наше время в эту игру, сделать правила, рамки этой игры, и чтобы в неё поиграть. То есть мы себя ограничиваем для игр, мы ограничиваем себя в семейных каких-то делах для того, чтобы поиграть в семью, поиграть в работу, поиграть ещё во что-то, для того, чтобы себя познать, пощупать, получить от этого удовольствие. Иначе, если это всё разлетится к херам, то воздухом быть неприкольно. Ну или вакуумом, я не знаю, чем. Ничем быть не прикольно, прикольно быть чем-то. Каждый момент времени выбирать какую-то игру, кем-то быть, кем-то себя возомнить, да пофиг. Мы играем для того, чтобы себя познавать такой и сякой. Сегодня я актриса погорелого театра, играю Петрушку, завтра вампу Женщину, послезавтра скромняшку. А может быть, все роли я играю, ограничивая своё поведение, к этой роли в течение дня меняя по сто раз. Потому что это интересно, потому что это игра. Как только вы начнёте понимать, где использовать ограничения, а где нет, вот тогда всё будет классно. Ограничивать себя от бездействия, от действий, да, и бездействовать — это, конечно, хрень полная. Мы тормозим себя. А если мы будем ограничивать себя в рамках игры, то это будет круто. Поэтому нет ничего ни плохого, ни хорошего, позитивного, негативного. Есть то, что вы с этим делаете, как вы это используете. Если сложно выбирать, например, товары в магазине, что это может означать? Боже мой, как можно себя даже таким ограничивать, да? Как это обернуть себе на пользу? Надо подумать. Как обернуть на пользу сложности? Ну, я знаю, почему сложности — это круто. Блин, как это круто! Чем сложнее задача, тем больше энергии мы вырабатываем, мы получаем свой дофаминчик, горбон счастья от проделанной работы. Вам, наверное, ну уже там радость-то не от чего получать, вы вообще забыли, что такое радость и как её получать, что уже ищите трудности в магазине. Блин, прикольно. Вот. Но представьте какую-то игру прикольную. Я уже, блин, про игры всё время рассказываю в эфирах, про игры. Например, игру «Ходилка, бродилка, собирать монетки, убивать каких-нибудь нечистей, вам дали стрелянку, лабиринты, вы идёте там, собираете, какие-то отгадки разгадываете. Ну, такая крутая игра». Вот. Представьте, если мы уберём там все трудности. Мы заберём у вас стрелянку, мы заберём всех, кто на вас может там нападать, монетки, мы уберём лабиринт. Вот. Вы зашли в игру, прошли коридорчик, вышли, всё там, спасибо за игру. Поиграли. Блин, скукота вообще просто. Нам сложности нужны, опять же, чем сложнее играть, им интереснее в неё играть. А так как вы, наверное, радость-то уже забыли, как получать-то от процесса всего, чего вы делаете, магазин, у вас, наверное, единственная радость. Вы, наверное, мало где ходите, мало с кем знакомитесь, да, мало где бываете, там, забыли про гулянки, театры, парки, киношки, друзья, поездки и так далее. То есть у вас что, работа-магазин, работа-магазин. Где усложнять жизнь? На работе и на магазине, да, и в магазине, и дома. То есть у нас жизнь самая сложная, это работа, магазин и дом. Вот кто так живёт, усложняет жизнь там. Давайте мы будем придумывать другие места сложные для себя и разгрузим дом, магазин и работу, чтобы там у нас было всё попроще. Почему у девушки растут усики? У нас кожаный покров полностью состоит из волос. То есть просто у кого-то они более темнее, у кого-то более светлее, у всех, блин, покров одинаковый. Девушка, мужчина, кошка, собака, там животное, не важно, это наш защитный слой, и всё с этим в порядке. Это просто люди привыкли реагировать странно, да. Вот. Ну, если тёмные, сейчас уже куча всякой фигни, не усложняйте, да, покрасить или пойти там убрать воском. Если вас это парит. Но, по крайней мере, я думаю, что это вообще не должно парить людей. Людей естественные вещи вообще не должны парить. Люди просто не знают, как использовать свою любознательность и интерес, да, чтобы находить во зле, в тёмном, в неправильном, в плохом, хорошее, да, у них пропал интерес к жизни, они начинают людей разглядывать, блин, какие у него там брови не такие, или ещё что-то. Какого хрена, спрашивается, мы людей рассматриваем, когда надо свою жизнь рассматривать, да, как мы к ней относимся, как мы её живём, как мы её используем, как в неё играем. Но так как заняться нечем, своей-то жизнью заниматься не хочется, да, ходим там, разглядываем Микки Маусов. Так. У меня села батарейка на телефоне, придётся выйти. Можно я сейчас быстро прочитаю, если прям зацепит вопрос, скажу, буду заканчивать эфир. Если близкий человек стал заикаться, что это может значить? Ну, это намёк на то, что это вы заикаетесь, представьте себя заикающимся, то есть вы не можете что-то выговорить, сказать, высказать. Недавно вот у меня в сторис было про заикание, ответ, девушка писала отзыв о том, что у неё ребёнок заикался, много лет мы с ней поработали, да, он перестал заикаться, но причина не в ребёнке, причина в вас, вот, где вы сами что-то не договариваете, да, боитесь сказать, стесняетесь, там, ещё что-то. Раздражает косметика на других, хочется смыть. Найдите для этого применения. Так. Сынок не разговаривает, это я себе не даю говорить. Ну да. На сайте знакомств за короткий период постоянно попадаются парни с каким-то увечьями, одного нет пальца, у другого глаза, там, протез третий на костылях, что это может значить? Ну, инвалид это вы, да, вы инвалид. У вас очень много функций, вот то, что вы перечислили, страдают, которые вы не додаете себе, получается, да. Короче, вы все дела на костылях делаете, да.